Заместитель атамана Анапского городского казачьего общества заговорил о судьбе рынка на Крепостной. Дмитрий Титаренко признает, его предшественникам допущены очень серьезные нарушения в оформлении земли, но призывает найти компромисс. Мнение Юрия Полякова, в своем сегодняшнем виде рынок в центре города неуместен. Нет желания прийти с предложением и сказать, Юрий Юрьевич, мы готовы переехать в другое место, освободить, сделайте парк здесь и будет эта парковая суда. Мы готовы, но тогда дайте, пожалуйста, какой-то переходный период, хотя бы два года, чтобы без проблем там какой-то... Нет, ну два года это много. Два года вам никто не даст. А так вообще, конечно, Юрий Федорович, надо рассмотреть, выделить место им, посмотреть где, предложить. И там не один вариант, может два, три варианта. Но по факту, конечно, там не получится, чтобы его оставить. Иван Демченко порекомендовал завершить процесс переезда в течение года. Есть проблемы с рынком Восточный. На его территории проходят высоковольтные линии электропередачи. Дмитрий Титаренко заверил, городское казачье общество готово перенести ЛЭП. Представьте главе администрации свои предложения. Как вы планируете, если там стоянок нету, обеспечите, чтобы были. Хотите линию перенести ЛЭП? Переносите. Переносите, понимаете? Но если вы эти условия не выполните по переносу линии, ее же надо тоже опять же куда-то перенести. Вы же поймите, это же вам надо с Кубань Энерго связываться. Это же они будут этот вопрос решать. Как это правильно делать? Следующий вопрос касался всего муниципалитета. Генеральный директор теплоэнерго Алексей Фисенко рассказал депутату Госдумы, что предприятию необходимы новые серьезные мощности. К этой зиме готовы 100%. Эту зиму мы пройдем, нас это не беспокоит. Беспокоит дальнейшая процедура. Застройщики обращаются к нам на выдачу тех условий, но мы не можем их дать в отсутствие мощностей. Заявка на увеличение мощности на 550 кВт находится на рассмотрении Кубань Энерго, доложил замдиректора НЭСК Анапа Электросеть. О перспективе газификации муниципалитета рассказал главный инженер Анапа Гургаза. Заявка газпрома Турецкого потока, вы знаете, построена линия на Крым, действующая с декабря прошлого года, отпайка сделана на Анапу. Сейчас возводится станция газораспределительного района Путера Красного. Срок сдачи 18-й год. Но единственный момент, для подачи газа в город необходимо строительство газопровода до Анапы. Этот объект включен в газпромовскую программу. Большой газпром губернатор в этом году в мае месяце утвердил, она до 2020 года. В газпром будет построена линия газовая протяженностью 10 километров диаметром 500 миллиметров. Иван Демченко добавил, что курорту для развития инфраструктуры необходимо работать над привлечением серьезных инвестиций.